всем здравствуйте всем отличной недели и хорошего настроения смотрим сегодня с вами расклад в котором ваш внутренний голос расскажет на этих переменах которые происходят у вас внутри происходит ли и как они будут влиять на ваше будущее выбирайте сегодня сделала колоды так не захотелось либо колоды 1 2 3 либо камешки как обычно тайм-коды есть что я хотела сказать и забыла но по классике жанра да что вы знаете что можете в любое время обратиться ко мне за консультацией все работает все можно будет оплатить я с вами на связи контакты есть мои под любым видео по ссылке мои услуги самом низу прокручивается документ внизу есть моя почта пишите либо можете найти меня в соцсетях вот а мы с вами приступаем надеюсь времени было предостаточно так позиция номер один голубенький камешек ваш внутренний голос что он говорит единички что говорит о вас ваш внутренний голос чет вы говорит под закрыли здесь сидите читаете не замечаете мир вокруг вас где-то может быть проходит какие-то опасности что-то проходит вокруг вас а вы сконцентрированы на том что вам интересно признаете такое ощущение что жизнь проходит а вы держите фокус внимания на на чем-то одном на чем-то конкретно мы не замечаете те прелести жизни которые проходят вокруг вас да по императрис вы сейчас знаете сфокусированы именно на состояние своей души на что-то вы там исследуете что-то вы рассматриваете вам что знаете включены в какой-то пар процесс который требует какой-то сосредоточенности но при этом интересе то есть вы это делаете не из-под палки вы делаете потому что вам это нравится это знаете когда держите в руках очень интересную книгу и казалось бы уже столько времени прошло и пора передохнуть а вы нет я нахожусь на самом интересном моменте да мне интересна развязка как это будет что что-то будет дальше происходить здесь у вас происходит что-то такое что же вас тут завораживает так так 16 аркан башни да какие-то разрушения какие-то знаете такое ощущение что вы наблюдаете за собой за теми переменами которые у вас происходит то есть пред предвкушая следующие вопросы да предвосхищая их хочу сказать что вашей жизни уже происходит какие-то перемены и вы являетесь пока на данный момент не главным действующим лицом а неким таким наблюдательным то есть что произойдет да что у нас здесь разрушается что-то как какое-то такое неожиданно а разрушается прекрасно пятерка пендакли какая-то более ваше знаете нежелание что-то менять вот это вот ваша жертвенная позиция которым я последнее время говорю единичка вот здесь вот это вот это разрушается да но это же прекрасно прекрасно хорошо это про это вам говорит ваш внутренний голос какие перемены идут внутри вас сейчас по прям так семерка мечей и верховная жрица на эти перемены по по поводу каких-то ваших болезненных сценариев то когда вы вот эти вот сценария они вас как-то замораживали из-за них вы закрывали свое сердце из-за них вы как-то отдалялись выстраивали какую-то вот стену вокруг себя то есть здесь ощущение того что идут вот мы говорили о разрушениях да по поводу кризиса в том числе и финансово но здесь больше связано с какой-то вот эмоциональную болью и вот перемены идут по поводу того что что-то начало наконец-таки как говорится вершина айсберга начала таять вас происходит какое-то вот оттаивание лед тронулся с места и вот вы поставили себе какую-то даже знаете не цель а здесь перемены вот именно с убеждением и здесь какие-то программы которые были у вас давно давно но вы здесь такое чувство что вы к ним не прикладываете и усилий да они как будто бы сами рушатся но вот когда знаете время приходит до время отепели и вот снега начинают таять сами себе потому что время пришло солнышко греет температура поднимается и естественный процесс того что снег начинает таять здесь вот что-то такое что хочется спросить что запустил у вас эти перемены это хорошие перемены контроль что с этим контролем вы его отпускаете смотрите здесь как будто бы судьба вмешалась ощущение того я говорю что не то что вы что-то сделали а здесь судьба пришлось вмешать но от время пришло знаете время перемен пришло время и вы как будто бы отпустили контроль как-то узнаете доверились да здесь интересно здесь такой процесс что вы в принципе в нем не участвуете поэтому я первично сказала что вы как будто наблюдаете включены в наблюдение в процесс того что с вами происходит вы знаете как-то изнутри вы сидите не снаружи а внутри сидите смотрите вот вам не это меняется забавно когда это поменялось а я стала теперь по-другому думать а я и это стала замечать он раньше на это внимание не обращал то есть вы здесь какая-то такая знаете эта модель вот судьба судьба привнесла приложила свою руку причем это сделано как-то так знаете вот вы на это не то чтобы не обращали внимание знаете мне так показывают вот открыл глаза и все это есть то есть как будто бы неожиданно открыли глаза что вам мешало раньше открыть глаза давайте посмотрим вы знаете какое-то вот я бы сказал так расслабленное состояние до удовольствие то есть вам хотелось как-то вот проживать в удовольствии и что а и поэтому вы все я поняла да то есть вы не хотели никакой боли а потому что любое завершение она так или иначе связано с какими-то эмоциональными переживаниями вам хотелось чтобы было хорошо поэтому вы не хотели что-то в себе менять что-то отпускать от чего-то отказываться а сейчас как будто бы блин я не знаю что именно произошло вы можете поделиться со мной написать но здесь вы как будто бы судьба вмешалась причем это сделано так ювелирно это сделано так тонко это вот как знаете не как хирурги оставлять толстые швы а это вот именно знаете как пластические хирурги и либо нейрохирурги которые знаете вот так вот аккуратненько скальпель вывезли именно ту как говорится опухоль ту-ту больное место что даже следа не осталось до какие-то вот только точечки что здесь был какой-то надрез да здесь был какой-то полез вот что-то такое очень ювелирная работа поэтому у вас есть такое ощущение что вроде бы я спала спала открыла глаза и я стала другим человеком вот волшебство ну реально волшебство это что это эти вещи которые мы не можем объяснить на мы это называем магии волшебство вот здесь произошло такое волшебство потому что вы не можете объяснить вы не можете себе сказать какой именно процесс произошел почему то что вы привыкли что это как-то долго над этим работать как-то прикладывать усилий а здесь гоп по взмаху волшебные палочки и что-то вас здесь произошло ваше сердце начало таять вы как будто вы знаете вы это сможете отследить очень хорошо при взаимодействии с людьми которые допустим больше 2 раньше вас раздражали то есть вы можете не то чтобы с ними разговаривать а просто пронаблюдать и вам покажется что то что раньше вас цепляло сейчас кому-то бы не цепляет такое ощущение что вот вашей программе вырезали какие-то болезненные моменты и вот болевой порог он как будто бы у вас возрос да то есть раньше как-то вот вы реагировали за может это может быть критика это может быть какие-то моменты сейчас они вас как-то не трогают понимаете вот вам как будто бы как этот иммунитет выработался на какую-то боль это не потому что я привык до выражение я привык все время ну что мне больно и вот поэтому я как-то не реагирую нет а здесь как будто вы знаете вот привели вам анестезию и вам перестало быть больно вот что то здесь такое интересные какие-то такие перемены как они повлияют на на ваше будущее вот то что ваше сердце здесь ваше сердце стала таять вы даже посмотрите вот я говорю с людьми да вы как-то более открытыми что ли стали как-то перестали их бояться причем резко нету какой-то причины вы ничего не делали никаких практикам не занимались никаким колдунам не ходили да никакие отливки не делали хорошо как это повлияет на ваше будущее и как будто бы новое какое-то вот начало это заложила на то чтобы выйти перевернуть как-то свой мир понимаете сверх на голову и вам кажется сверх на голову да то есть на поле на голову причем знаете только вот ваш мир перевернуться и вам будет казаться что вроде бы ничего не изменилось но если вы будете присматриваться к детали вы будете замечать что вот это вот вроде бы такое но не такое я не знаю какого это объяснить вот вы когда это столкнетесь с этим вы поймете вроде бы знаете но тот же самый человек рай как раньше писал доброе утро так и сейчас он будет писать но вы как будто бы знаете ощутите что вот вот слова какие-то не такие а он оказывается например там не знаю после доброго утра был восклицательный знак а теперь например какой-то смайлик вроде бы то же самое но вот что-то все равно изменилось вот вы вот это вот будете замечать это какие-то детали это все начнется в детали а глобально глобально как это повлияет на ваше будущее это повлияет на ваше взаимодействие с миром в плане того как вы будете выстраивать свои контакты с людьми либо с вас считывать информацию из пространства это очень хорошо повлиять на ваши дальнейшие цели которые вы будете ставить но будет легче идти в новое здесь такое ощущение да как будто бы вам вложили я по-другому не могу это сказать вот вас как будто бы написали вам новую программу и вложили вас а потом сделали просто апгрейд и все то есть обновили еще и и все и вы теперь заново работаете с новой программы вроде бы тот же самый робот как говорится но уже другая с другими программами с новыми фишками вам проще будет пойти идти в новое как-то знаете с новыми людьми общаться они уже вас не будут так как раздражать не будут как-то напрягать вам уж как будто бы не надо будет сражаться конечно это будет создавать вам будущем новые какие-то вопросы но это будет связано именно с процессом вашего продвижения дальше и в те моменты где будет присуще что-то новое то есть сейчас может быть до определенного момента вот именно какие-то болезненные ваши моменты они останавливали вас от новизны от обновления того что что-то другое попробовать что по-другому как-то попробовать там на я не знаю как-то вступать в новые отношения до этого момента вы не хотели ну потому что у вас какая-то вот программа была что вот опять одно и то же я уже это пробовал это не работают меня там предадут меня обманут еще что такое а сейчас как будто бы знаете вот пришел человек и говорит слушай а пойдем я тебя познакомлю с кем-то и вы а пойдем какая разница то есть вот знаете без каких-то ожиданий как было раньше что вот а вдруг у меня сложится с этим человеком отношения или нет сейчас будет как-то так просто до познакомить да ради бога же просто познакомиться то есть вы как-то знаете будете относиться какая-то вот у вас стерта какая-то программа и она имеет отношение именно к к самообичеванию к наказанию только боли которые вы сами себе причиняли вы терпели вы знаете вот программа терпила но у вас будет она вас стерта уже стерта и это повлияет на то как вы будете дальше двигаться к своим целям то есть вы будете ставить цели если раньше как-то знаете вот заранее прокручивали были сами себе предсказателями как этими пророками что у все будет как-то негативно через негативный ключ а сейчас вы уже не будете никак не предсказывать будет грудь а я сначала сделала потом я подумаю это вот такая модель более более легче более проще что будете идти в новое и это классно на самом деле почему потому что вы изначально не будете ставить себе ограничения вы не будете ставить себе рамки о том как это будет и просто будет больше открытости у вас и к восприятию чего-то нового и это знаете это будет помогать как-то вот расширять вам ваше сознание то есть если вы изначально не ставите рамки что вот в этом новом будет так и так да а вы будете просто идти мной говорить ну будет как будет какая мне разница то есть потом я разберусь если будет плохо разберусь если хорошо то это вообще прекрасно ты знаете вот такая более открытая позиция в принятие больше принятия и жизнь у вас наладится она будет идти как-то вот в другом ключе я не могу сказать что будет прям вот хорошо либо плохо вопрос не по не об этом а вопрос то что это будет как-то все развиваться в абсолютно новом ключе для вас но будет интересный он будет интересно потому что есть мечи выпадают он будет интеллектуально для вас интересен это была первая позиция так позиция номер два красненький камешек что вам говорит ваш внутренний голос что говорит ваш внутренний голос ну что дружище докатился что-то ваш внутренний голос говорит о том что и что то ли вы устали знаете такая когда после каких-то дел сел так за столу руку опираешь как-то голову на на кулак и вот так задумался вот к что то такое какая-то такая у вас по позе то ли и что мы теперь делать будем знаете как будто бы натворили каких-то дел а сейчас как и как мы будем это с этим разбираться как мы это будем разгребать что еще вам говорит ваш внутренний голос мне что-то связано с каким-то усовершенствованием да с каким-то мастерством какой-то глубинный процесс сейчас секундочку я уловлю эту энергию потому что здесь вот прям очень и очень глубоко мы копнули это не просто восьмерка педаклей профессионализма и мастерства а это вот по отношению именно к вашей душе как то знаете приукрасить что-то такое чувство что как будто бы вам ваш внутренний голос говорит о том что ну что будем продолжать дальше работать над твоей над твоим совершенством или нет как будто бы здесь диалог идет о том что ну вот смотри я тебе разрешил до поступать так как ты хочешь и к чему это привело ни к чему хорошим может быть пришло время взяться за головы уже сделать так как надо они так как знаете вот маленькие дети да я тебе помогу да я тебе помогу и так помогут что блин везде на мусорит и где разные такие проблемы создают да вместо того чтобы это вот да я помогу тебе полы помыть да и вдруг неожиданно стал там тряпку выжимать таким образом что ведро перевернулась и вода разлилась и лужи везде и там подсказнулись и везде эти следы то есть казалось бы хотел как лучше да получилось как обычно вот здесь вот как как будто бы такой момент идет то есть ну что будешь продолжать как обычно или все-таки возьмешься за ум и мы сделаем вот так как надо так как надо здесь об этом что еще что еще чем здесь какая-то ситуация развивается здесь ваш внутренний голос говорит о том что ну хватит уже экспериментировать да вот здесь вот про какие-то эксперименты которые вы создаете вот либо над своей душой либо я не знаю с чем вы там экспериментируете то есть хватит уже хватит уже экспериментировать давай давай уже сделаем так как надо о чем здесь речь к чему он это говорит то есть хватит уже делать самостоятельно все я поняла хватит все нести на себе хватит делать самостоятельно уже давай я тебе предлагаю руку помощи давай мы уже сделаем сообща потому что здесь вот это вот я сама я сама и либо я это сам сам самый и вот не привело ни к чему хорошему до кроме того что шишек себе набили как говорится опыта много а теперь пришлось взяться за ум и делать так как надо уже знаете с более взрослой позиции здесь об этом идет речь какие перемены то есть вот это вот говорит какие перемены вам нам расскажет внутренний голос идут сейчас внутри вас как какие перемены идут внутри вас но перемены идут колесо фортуны так только знаете что хочу спросить это сценарии бы заново закручиваете либо это действительно перемены это сценарий либо перемены идут и то и другое сценарий связан с какими-то вашими амбициями с какими-то вашими действиями с коммуникациями сейчас секунду на эти сценарий того что каждый как будто бы проигрывает какую-то свою роль и давай посмотрим а что из этого получится да а какой кашу муж мы сможем сварить и вы как будто бы закрывать то есть 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 некий художник некий творец который создает реальность в этой реальности есть разнообразие много разных там вещей ситуации вариантов до вариативность а вы как будто бы защищаетесь от этой вариативности на то есть вы не хотите повторов этой вариативности понимаете вот здесь чувство как будто бы есть некий сценарий что потому что мне во первых здесь четверки показываются да как стабильность есть сценарий что я белая ворона а все другие просто другие они не такие как я и я от этого закрываюсь и вот я спрашиваю здесь вот это вот меняется вот этот сценарий до что я ни на кого не похожа и как мне дальше жить в этом мире разнообразие когда все как-то более-менее одинаково у них есть общие интереса а я вот но не к сему не городу я спрашиваю здесь вот это сценарий меняется либо вообще перемены в жизни и мне показывать здесь королеву кубков да здесь скорее всего ваше дальнейшее движение знаете как то вот невзирая на трудности дам на сложности на повторяющуюся череду проблем вы как будто бы двигаетесь дальше так с чем же здесь связаны перемены в дальнейшем вашим разбитием с перспективами как будто бы в того что вы не верили то что разбивала вам сердце именно при взаимодействии с другими людьми а поэтому это и другое выходило на здесь смотрите здесь перемены вашем вот этом вот сценарий да что вы как будто бы не можете договориться с людьми почему потому что они вас не понимают потому что у вас есть чувство что я вообще другой человек нет мира сего и здесь вот эти вот перемены вот эти изменения идут вашей жизни на вот эти вот программы интересно две тройки две четверки что-то между развитием и стабильностью вот где-то золотая середина да вот где-то 50 на 50 вроде бы что-то идет развивается и вдруг она сразу становится стабильно потом ведь развивается и потом становится стабильным то что вам говорил ваш внутренний голос по поводу того что ну хватит уже заигрался да вот я сама я сама сама в плане того что вот я одна я ни на кого не похожи я хочу идти вот как-то по своему пути и меня никто не понимает и я как будто бы иду против течения вот здесь вот это вот это меняется меняется так хорошо вот это вот ваша ни на кого не похожесть во что вам выльется в будущем да то есть как вот эти вот перемены как они повлияют на ваше будущее то есть что произойдет в этом будущем здесь люди убегает как будто бы от вас до король копков сейчас секунду здесь какая такая история интересная когда как-то от вас убегают люди потому что произошло какое-то вот предательство и завершение ситуации где знаете как будто бы так задумано так задумано вот эти вот перемены до чтобы вы сейчас здесь перемены будут связаны с тем что вы завершите вот свой сценарий по поводу того что вот меня никто не понимает и поэтому мне никто не нужен и я закрываюсь от всех потому что здесь как-то так получается что либо вы убегаете от людей либо люди убегают от вас вот как-то вот все время ну не могли найти connect и вот перемены сейчас будут происходить непосредственно связаны с тем чтобы вы научились как-то ну контактировать связываться с людьми потому что в конечном итоге у вас есть такое ощущение что но если я не могу наладить взаимоотношения ни с кем ну и нафиг мне никто не нужен и пошли все лесом да вот что-то здесь такое как будто бы знаете это обиделся все ухожу в монастырь мне никто не нужен я никто не любит вот и вот это вот отношение она как будто бы изменится да то есть вот здесь вы увидите что на самом деле где-то вы себя придавали вот в этом восприятие да потому что вам действительно нужны люди вам вам нужно взаимодействие с людьми вот у меня спрашивает а как же с ними взаимодействовать выстраивать выстраивать вокруг себя знаете окружение тех людей которые действительно будут похожи на вас вы просто общаетесь с людьми которые на вас не похожи и вам вот вам сейчас не нужны такие люди но которые вы либо воспитывались в такой семье где все были разношерстные но есть на разные национальности разные религии между собой где было какое-то знаете не похоже с один на другого не похож и вас вот это вот программа в разнице да она как будто бы записано и вы ее долгое время проживали поэтому вот это ощущение что я сам мне никто не поможет почему потому что я не могу договориться потому что вокруг меня люди какие-то такие разношерстные не не соответствующие моим ценностям это эта программа она должна измениться насколько она изменится здесь колесо фортуны она никогда не говорит стопроцентное да она всегда горит 50 на 50 здесь все будет зависеть скорее всего от вас где все от вас зависит здесь не от вселенной из первые позиции вот прям вселенной вмешалась то здесь от вас будет зависеть захотите вы этот сценарий завершить или нет и если вы его осознаете здесь как будто бы вот вам нужно искать своих людей не вот прийти который вот прям как две капли будет похоже на вас вот будет думать так как вы говорили также какого у него будет такие же интересы как вы они возможно будет самого города как вы знаете вот вам нужно искать не разницу потому что это ваша программа вы всегда ищите разницу обратите внимание как вы говорите да то есть например разговариваете с кем-то и вы можете говорить следующие слова да но и потом ну типа ты согласна со мной да согласна но и вот потом дальше разница или например спрашивают там не знаю как дела у твоих детей все хорошо вы говорите да хорошо но то есть а потом будете отрицать ну как противоположность говорить здесь вашей разговорной речи такое тоже может присутствовать вы как будто бы через разницу есть люди которые вот начинаешь им что-то рассказывать то и я такой ну и я это люблю о и мне это нравится а у вас наоборот кто-то что-то говорит там слушай я обожаю кофе вы не не это это не мое я тоже люблю пить горячее но я предпочитаю например травы заваривать себе либо нам зеленый чай то есть все время будет что-то противоположное не такое как у всех это у вас программа такая вот она сейчас может изменяться и показывает вам как раз таки вот это вот ваша программа из того чтобы выбираете людей от и от отличных от вас ну то есть вы так выросли вы так воспитывались вот вы поэтому не можете найти какой-то союз баланс гармонии внутри себя и вам говорят что вы должны как будто бы разочароваться в себе вот в этом в плане того что вы выбираете всегда людей не похожих на вас ну вот в этой программе надо разочароваться вот и поставить себе новую программу искать людей вот прям осознанно искать людей которые будут похожи на вас не знаю него будет одинаковый вкус вами им будет нравиться одинаковая еда одинаковая музыка той знаете вот прям хочется сказать клубы по интересам да то есть реально нужно посещать те места где есть люди такие же как и вы вот прям одинаковые вам этого дискомфортно потому что вы так не привыкли но вы вот через вот эту разницу да вы как будто бы себя предаете вы все время выбираете то что вам не соответствует вот что я хочу сказать вам нужно научиться это ваша программа после вам говорит ваш внутренний голос вам нужно научиться выбирать то что соответствует вам вы можете выбирать единая людей которые там выше вас на по карману либо ниже вас какая-то вот не состыковка идет несоответствие постоянно то есть вам вот для того чтобы принять да вот принять какую-то свою часть вам нужно найти одинаковых людей наоборот которые вы были такие же как и вы вот через принятие через то что вы найдете этих людей вы сможете принять какую-то свою часть здесь что-то в себе у вас не получается принимать не знаю с чем это связано и что это конкретно сейчас не буду погружаться просто хочу короткий расклад делать но надеюсь вы поняли не спрашивайте меня где нам найти таких людей я долгое время ищу кто ищет он всегда найдет да захотите там столько форуму живем во время где существует интернета который нас связывает забейте в google найдите какие-то общества группы людей которые такие же как вы то есть занимаются тем чем и вы нам надо просто побыть в этой обстановке смотрите в чем фишка вам надо побыть то остановки обстановки здесь такие же люди как вы повариться в этой энергии и увидеть насколько она классная потому что вы себя не принимаете они понимаете потому что все время общаетесь с людьми отличными от вас причем они вот разница большая классально то есть вы можете например вы например низенько вокруг вас все-таки высокие как говорится двухметровый либо наоборот вы достаточно высокая но вокруг вас вот встречаются какие-то вот люди низкорослые либо вы худенькая вокруг вас все полные наоборот то есть понимаете да вам нужно побыть среди вам нужна энергия ваша энергия поэтому я говорю вам нужны люди которые похожи на вас что вы побыли посмотрели со стороны сказать о это классно вот когда вы увидите других увидеть что это классно быть таким человеком вы себя постепенно начнете принимать здесь про это вам говорит ваш внутренний голос позиция номер 3 зелененький камешек что о вас говорит ваш внутренний голос что вам говорит ваш внутренний голос чем скажет танец шамана королева жезлов что с ней императрица но прекрасные два архетипа да такие активные яркие независимые достаточно земные амбициозные прям любящие наслаждение удовольствие создающие связи так и что и все и на это информация закончилась эта колода не хочет говорить ладно я не буду сейчас вставать за другой колоды не хочет дальше говорить хорошо как 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 бы задать вопрос иначе да что что о вас не хочет говорить тогда а спросим что хочет передать нам да ваш внутренний голос что мы должны знать вот сейчас что вы должны знать король пендакли что с этим королем пендакли смерть но смотри сейчас идут переменную у вас непосредственно связаны со стабильностью с финансами либо с каким-то конкретным человеком имеющий силу и имеющие финансы такой достаточно самостоятельный человек который умеет наслаждаться материальным миром на получает удовольствие такой стабильный человек вот здесь все что связано с пендаклями стабильностью с удовольствием удовольствием здесь потерпеваются какие-то перемены но в принципе мы это и хотели спросить да а какие перемены сейчас происходит но здесь идет какое-то примирение даст связанное с предательством кто кого предал вы придавали себя тем что бездействовали что не предпринимали никаких действий на здесь была остановка а почему вы себя придавали вот еще одна четверка до четверка чаш потому что было скучно потому что как-то вот все надоело все приелось ничего не понимаю оставьте меня в покое я хочу отдохнуть я хочу потупить придавали потому что закрывали спрашиваю почему не бездействуете потому что закрываете хорошо а чего вы закрываете от дальнейшего движения но эта колода вообще она всегда так долго долго рассказывает вот прям как я хорошо а чего закрывается какого действия от нового начала ну алилуйя наконец-таки значит перемены с чем связаны перемены с тем чтобы придавали долгое время себя и не шли в обновление не шли в рождение чего-то нового да здесь как будто бы вы еще и отказывались от больших денег именно от больших денег от огромных денег помимо того что аркан солнца это обновление да это удача она еще связана с деньгами с праздником да вот эти рождения так хорошо и перемены значит связано с тем что вы не шли в это новое хорошо и что случилось теперь вы решили пойти так верховная жрица здесь как будто бы как говорится история умалчивает да но вы думаете вы думаете вы еще как будто бы получаете какие-то знания как вам нужно взаимодействовать с миром как вам нужно взаимодействовать с другими то есть прежде чем пойти в это новое вам нужно понять как как это работает просим как будто бы получаете какую-то информацию какие-то знания по поводу того а вообще как как работает это взаимодействие как она работает и вот знаете в то ли вы ставите себе какие-то новые амбиции новые желания до чтобы пойти в эту новое как-то вот мотивируете себя вы еще даже сейчас пока не идете пока вы разбираетесь в этом процессе пока придумываете как могли бы себя зажечь на то чтобы стать вот девяточка педакли таким знаете интересным независимым человеком хорошо стоящим на ногах с финансами и с опытом то есть вы пока продолжаете думать еще не идете то есть перемены ваши связанные то есть раньше я вообще никак не действовал даже в эту сторону как будто бы не думал сейчас по крайней мере хоть я получаю какие-то знания до созерцаю вот так скажу я созерцаю хорошо что будет следующим шагом после вашего созерцания на вы начнете постепенно как-то знаете разговаривать на тему того что принесет сначала быть созерцаю потом будете общаться коммуницировать на тему того что принесет вам удовольствие наполнение то есть как сделать так чтобы это еще и приносило мне удовольствие чтобы меня это наполняло чтобы желание они были вот именно ну так так как я хочу эмоциональное главное чтобы они вас наполняли окей сначала созерцаем потом ищем пути опять-таки в голове данной языке и в голове действия пока не вижу хорошо дальше следующим шагом чтобы так ну следующим шагом вы захотите все равно удержать то что вы уже наработали то что у вас есть сейчас кажется по справедливости я не хочу от этого отказываться чего вы тут не хотите отказываться каких-то побед связаны с чем знаете что вот вы не хотите идти дальше поэтому вы придумаете себе разные диалоги созерцания на что-то такое переживания приятные проживание удовольствие но двигаться вы не хотите то что вы не хотите отказываться от тех побед было их которые были у вас почему вы не хотите что вас там сдерживает что такое хорошее было therefore з tuaщение что вы уже обновлялись обновлялись но это не привело ни к чему поэтому знаете какое-то вот такое чувство что мне надоело вот это все время новое новое ток от этого как будто бы никакого нет поэтому вы не хотите вы не хотите идти в это новое потому что вы уже чувствуете себя каким-то дураком в этом развитие то есть узнаете можно по-русски скажу задолбалась задолбалась развиваться забыл сети вот в это всякое новое куда-то двигаться куда-то бежать что-то делать уже хватит а здесь ощущение того что уже время пришло точку поставила я уже не хочу ну хорошо тогда даже не знаю как спросить не случайно до карта выпала который говорит ну хватит уже делать расклад да то есть здесь надо завершать хорошо к чему приведут в будущем вот эти перемены которые я вам рассказала хотя бы до этого момента потому что такое ощущение что если я буду сейчас копать это надолго уйдет вот я хочу все-таки такой сделать краткий расклад к чему проведут эти перемены в будущем как они повлияют на ваше будущее да вот эти вот то что сейчас с вами происходит что вы уже устали не хотите идти ни в какое развитие да как это повлияет на ваше будущее никак не повлияет она не изменится но так и будет по шуту вы так и будете висеть никакого развития не будет ну чисто логично да то есть все будет так как было раньше логично если вы не идете в новое ничего не делаете так ну по-новому да то результата в будущем вы не будете получать быть получать дубликат того что происходит с вами сейчас что вам нужно все-таки изменить то есть что хочет вас внутренний голос сказать куда вам нужно обратить внимание на ваше разбитое сердце которое связано с каким-то уходом нас с уходом расставанием что-то ну и то есть не обязательно это отношение вообще где-то что-то было здесь расставание чего-то ушли что-то оставили что что вам было ценным важным и это знаете это как будто бы у вас установка была такая что да я ушел я разбил себе сердце на это не случилось и теперь я как будто бы не могу найти замену этого не то есть там было так хорошо я вынужден был по как-то знаете я послушал вас старологи я пошел туда в это новое здесь такое чувство что и нафига я это сделал хорошо было там где был да то есть вот послушал зачем такое чувство зачем я кого-то там послушал зачем я поступил так как сказали помимо того что мне это разбило сердце меня это ни к чему хорошему не привело а привело только вот какой к установке того что когда я ухожу от того что мне нравится я не получаю того результата который хочу но то есть каждый каждый прошлый год он был самым лучшим не в будущем а вот каждый прошлый год он был все лучше и лучше каждый новый год все хуже и хуже вот что то здесь какая-то такая установка что он вам нужно обратить на это внимание тогда ну что вот вам эту установку нужно изменить так изменить на на любовь на любовь наполненность на единение а здесь любовь чем связано здесь знаете такое чувство что прежде чем куда-то двинуться ваш внутренний голос говорит я не я не знаю опять таки каким образом здесь говорит о том что вам нужно наполниться любовью то есть не привязываться к тому что вас наполняет кто-то либо что-то когда есть на какая-то ситуация там работа из-за того что она любимая она мне приносит эту любовь человек дарит мне какие-то эмоции да я вот наполняюсь нет вас здесь как будто бы учат наполняться самостоятельно не опираясь ни на кого ни на что то есть стать собственным источником больше вас учат не не привязываться тому что вот то что я сказала ранее да мне разбили сердце я ушел от того чтобы не было ценно вам нужно понять что вы ценность не кто-то вовне а вы являетесь той самой ценностью вам нужно найти вот это вот единение самим собой и тогда кольцо фортуны ваши за закрутиться то есть изменение уже пойдут изменение пойдут вам нужно стать тузом кубков то есть вам нужно стать источником вот любви и света внутри вас не сказать не вот мы люди обычно знаете любим не не просто так а за что-то вот мне кто-то что-то сделал хорошее мне это нравится и тогда я тебя люблю либо там что-то подарили о ты хороший то есть получил одобрение я тебя люблю а вот вам нужно как будто бы познать истинную любовь которая не привязана ни к чему то есть это как настроение да вот я встал что-то вспомнил хорошее настроение стало хорошим я с кем-то поругался у меня настроение испортилось там я пошел куда-то прогулялся у меня настроение поднялось а потом что-то случилось оно мне опять упало вот у вас вот этого не должно быть вас обучаю тому что вы должны быть всегда в том настроении в котором вы выбираете то есть если у вас плохое то это вы выбрали не кто-то на вас повлиял а вы выбрали здесь вам вас обучает быть центром как говорится вселенной вашей не вращаться вокруг каждого солнца а стать самому самому этим солнцем на поэтому здесь это солнце то и выпадало нужно стать самому солнцем самому вот этим центром то есть поднять что вы являетесь хочу сказать хозяин своей души потому что знаете так это так забита эта фраза знаете что мне показали какую фразу как этот регулятор сик да как его называется который на перекрестке когда фонарь не работает да вот он всем этим регулирует как ты вот туда поедешь а ты сюда поедешь я не помню как это называется вот вам говорят вот таким стать то есть тот человек который сам решает кто куда пойдет кто что сделает нужно показывает перекресток и вы стоите как этот у маршака стихотворение было до виде гриша что ли полицейский как-то так я уже не помню боже какое-то детство было давно и здесь вот как вы этот регулировать себя всех регулирует ты туда поедешь ты направо то вы стоите вы ждете так пешеходы пошли пешеходы остановились велосипедисты поехали вы что-то такое вот вы вам нужно стать таким человеком вот что от вас добиваются а вы пока таким человеком не становитесь потому что ваш фокус внимания он направлен на других людей на другую ситуацию то есть вы являетесь ну вот как марионеткой да как будто бы вами управляет а здесь вам говорят что вы должны управлять своей жизнью не другими людьми о своей жизни вот и тогда как изменится как это вот повлияет на ваше будущее королева чаш до понимающие четверка жезлов праздник опять-таки сложный путь почему потому что чем больше карт вытаскивать знаете то то вверх то вниз во первых вы станете человеком понимающим принимающим до любящим это будет приносить вам какое-то удовольствие у вас появятся такие хорошие эмоции которые вы хотели намного больше скорее всего того чего вы хотели но опять-таки тогда у вас появится какой-то кризис и вы будете опять его анализировать да с чем будет связан этот кризис опять появится разрушение с чем связано на разрушение с тем что вам нужно будет разрушить вот этого дуальность вас понимаете вас обучают не то чтобы разрушать в дуальность а вам вас учат тому что дуальность если смотреть более масштабно она на самом деле классная почему потому что понимаю что если есть плюс значит будет обязательно минус до противоположность а вы как будто бы смотрите либо только только на плюс 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 либо только на минус минус то есть вы как будто бы всю картинку сферично не видите и поэтому вам хотят здесь показать что нужно разрушить вот это вот ваше непостоянство вашу вот это вот колебания неуверенность дуальность у меня белым красным то меня белым да за какую сторону я воюю туда туда куда флюгер по ветер повеет туда флюгер и поворачивается уже заговариваюсь вот и поэтому анализируйте до думаете закрываете потом становитесь королевой педакли ну уже хорошо и наконец-таки идете в новое ну аллилуйя то есть все-таки велика вероятность что в будущем изменения произойдут но опять-таки ваш путь такой тернистый потому что вы такой человек ну очень знаете вот я не на что произошло с тройками но тяжелый тяжелый в эти семейки такая знаете вот я тяжелый напомню все со скрипом все это но прокручиваются прокручиваются эти механизмы уже хорошо уже хорошо то есть вам нужно понять дуальности вам нужно стать центре стать хозяином на хозяином регулировщиком своей собственной жизни стать в центре колеса фортуны иначе если понимаете вот если вы встаете в центр колеса на то вас уже как центрифуги вас уже не мотает так сильно потому что вы в центре нету вот этого головокружения и вы уже четко понимаете куда вам идти что вам нужно действовать как вам нужно действовать а когда вы выходите из этого состояния баланса да то я там я не знаю хочу то я не хочу вас выбрасывает на этот обруч колеса и вот когда колесо крутится вас очень сильно мотает вас начинается головокружение и вы не понимаете куда вам двигаться что вам действовать нужно а вот здесь вот спокойствие вам говорят вам надо с этого обруча прийти вот сюда в центр в центре вот здесь вот правильно вы управляете да то есть солнце вокруг него все крутится а вы забываетесь выпадаете и по двойке педакли попадаете вот сюда на орбиту здесь получается все планеты они крутятся вращается вокруг солнышко они вращаются вокруг солнышко начинается головокружение вам надо стать солнцем не знаю насколько я объяснила вот но это колодина такая знаете своенравная на самом деле вот не знаю почему я выбрала для троек это только вам понятно будет и так это была третья позиция еще раз хочу пожелать всем прекрасного отличного настроения подписывайтесь на яндекс дзен наверное больше я говорить не буду потому что я чувствую себя неловко когда я постоянно говорю об этом с одной стороны это правильно она это как это торологи говорят подписывайтесь ставьте на колокольчик с одной стороны это раздражает когда ты слушаешь а с другой стороны когда ты по эту сторону как говорится баррикады камеры ты понимаешь что если ты не скажешь никто это делать не будет а если они будут делать то эффекта для тебя от твоей работы он будет меньше да для людей это прекрасно хорошо вы получаете то что вам нужно но это же должен быть обоюдный процесс вот поэтому я и говорю об этом вот хотя а внутри сама не очень-то и люблю это делать всем отличной неделе